Недавно я выпустил видеоролик о том, как повышать выносливость для боксеров. Там я поставлю ссылочку, вы можете посмотреть этот ролик целиком. Пришло очень много вопросов, пришло очень много критики, что якобы это неправильно, что это вообще не по Силу Янову, что я тупой. Ну, я, возможно, и тупой, но вот, друзья, я все-таки обратился за помощью к специалистам, к Стефану, который далеко не новичок и не профан в этом. Он тренировал очень много профессиональных боксеров, бойцов, которые побеждали других, более титулованных на тот момент. И сегодня Стефан расскажет, Стефан, вот ту тренировку, что ты помог мне составить для ребят, это была тренировка на что направленная и для какого... Привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана в Кайзер Юниверсити. Всем привет! Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team и является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание, заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диез и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Окей, здравствуйте всем. Перед тем, что ответил на вопрос, люди, которые знают о Mixed Fight, наш программ, все программы, которые мы объясняем и хотим показать вам, связаны с очень высокими достижениями. Аманда Нунис тренируется с Эвертоном, мой друг. У нас книга вместе, мы работаем вместе в American Top Team. Она самый лучший боец, женский, в мире, только в игру сайборга, который 13 лет не проиграл. И она выиграла нокаутом первый раунд, поэтому поверишь. Сколько она тренировалась по вашим программам? Она тренируется уже по нашему программу, уже три года. Три года. Да-да-да, она не просто выиграла, она и сделала Миша Тейт, чтобы прекратить карьеру, закончил. Ронда Розе прекратил карьеру после этого. А сайборг может быть тоже сойдет с ума после этого. А если вы посмотрели турнир PFL, человек только выигрывает турнир по 1 миллион долларов за неделю назад. Нейтан Шут, они звонили мне, я был в Бразилии на каникулы, как чтобы дегидратацию сделать, как чтобы вернуться на работу. Мы еще работаем с тренерами. И Эвертон, он сам его главный физический тренер, соавтор моей книги. Мы друзья 30 лет и работали вместе, 8 лет практически вместе в Американ Топ Тин. Он был моим помощником, когда я работал главным тренером. И когда я уехал в Кайзер-Университет, он главный тренер теперь. И тоже Филипп Линкс в тяжелом весе категории тоже выиграл турнир по 1 миллион долларов. Просто один бой – 1 миллион долларов. И то, и другое выиграли. И мы добавились больше, потому что пейпервью очень много денег дает. Вернемся к вопросу именно к этому видео. Вот это видео было для профессионального уровня? Это, конечно, профессиональный уровень. Можно использовать для людей, которые среднего уровня, но затем вес будет поменьше. Количество подходов будет поменьше чуть-чуть. Повторение можно оставлять примерно на какой-то же модель, которую мы сделали. Но просто чтобы вы поняли, в своей книге новой у нас более 20 разных моделей тренировок. Поэтому есть модель тренировок, который адаптирует к такой спортсмену, который не работает с другой спортсмену. Поэтому надо самоглавие потестировать. И чтобы посмотреть, если он не получает какой-то результат или нет. Ну, то есть, если человек занимается боксом, выступает на соревнованиях уже не один год, все-таки такая тренировка ему тоже будет полезной. Правильно, которую мы показали? Это тренировка, которая ему повышает выносливость, будет помогать за выносливость, будет помогать тоже на силовые способности. Потому что надо вспоминать, что именно в Mixed Fight важно и выносливость, и силовые способности. Конечно, поэтому мы то и другое. Конечно, люди могут сказать, а нет, они чисто по силуенов. Конечно, нет чисто силуенов. Если нет, мы должны работать 5 раз в неделю. У нас нет времени. Люди нет времени, чтобы 5 раз, чтобы мы разлили. Поэтому что мы могли сделать? За 2 тренировки в неделю, либо 3 тренировки в неделю, тренировать все, что важно для выступлений и соревнований. Поэтому еще задача, когда ты хочешь сделать все, что нужно, и у тебя нет много времени. Поэтому такая тренировка подходит. Две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAK Fitness. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Да, и все-таки обращаем ваше внимание, что это ребята обратились, боксеры, которые уже там уровень чемпион Азии, вы должны понимать. Они уперлись лбом в уровень своей выносливости, им нужно было повысить. И естественно, им была необходима и сила удара повышать. А то, о чем говорит Стефан. Ну вот, к примеру, самый такой типичный вопрос. Я его прочитаю. Джордж Мазан задал его. Хотелось бы все же узнать научное обоснование такой тренировки. Вот больше всего вопросов. Почему именно 3 по 5? Почему такой отдых короткий? Помнишь, мы делали между приседаниями, между режимами лежа, между тягами полторы минуты. Окей, а почему отдых короткий? Потому что, если вы запомните, у нас есть энергия. АТФ стратит за 2-3 секунды. Потом АТФ критинфосфат 10-15 секунд. После этого идет гликолиза. Либо аэробная, вакцизлительный мышечный волокон, либо анаэробная. А гликолиза не идет в такой же пример, потому что мы сделали только 5 повторений. 5 повторений, это означает, что если считать время, которое они в одежде... Под нагрузкой? Под нагрузкой было. Это достаточно, чтобы тратить только АТФ, АТФ критинфосфат. А это уже давнень-давно Николай Иванович Волков, биохимист from Russia. Это русский ученый, биохимик. Я уже обнаружил и сказал, что примерно за 45 секунд до целой минуты все АТФ критинфосфат восстанавливается. Поэтому... Полторы минуты достаточно. Полторы минуты это больше, тем достаточно. Если тебе сделать побольше, понимаете? А это не чисто от силуионов, но это не идет против силуионов тоже, потому что идет по науке. Самое главное посмотреть и понимать, о чем идет кое-что. Если у тебя есть больше времени следить нашу программу, как мы сделаем, видео, как мы сделаем, тоже в лаборатории, тоже несколько видео вышли, как сделала работа отдельно гликолитические мышечные волокна, отдельно окислительные мышечные волокна. Если у тебя нет времени, и тем более миксфайт должен работать и на силовые возможности, и на венословоз. И вы должны были обратить внимание, я сказал в видео, что эта программа одна из только возможных программ, которая была написана Стефаном именно на 6 недель. Исключительно вот для этих ребят. А почему? Во-первых, эти ребята никогда не работали в таком режиме, им тренера с железом запрещали работать. Старая школа, да, знаете, типа закрепощает все. И 3 по 5 им как раз было необходимо вот в этот промежуток 6 недельный. Потому что вот продолжение этого вопроса. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании данному ролику. И не забудьте по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Или это только для профи подходит. У которых изначально процент окислительных волокон и промежуточных высокий. И которые уже на пике выносливости. Что, кстати, не факт, да, что высокий? Это не факт, но мы должны тоже посмотреть, что если они уже находятся на высоком уровне, это означает, что у них кое-что уже есть. Понимаешь? Наработано. Наработано. А мяса мало у людей, ты видел, у парней? Поэтому мы могли увеличивать. Но самое главное сначала это отношение. У меня было очень много отношений с несколько спортсменов еще есть. Ты должен показать пример. Они начинают чувствовать результат и потом ты увеличиваешь. Теперь Егор может сказать, окей, уже получили результат, давай дополнительный день. И сделаем именно на кислительную работу. Либо на гликолитические работы, например. Можно в конце недели, либо в пятницу, либо в субботу, в которой они у них нет. Две тренировки в день. Потому что тоже главное, люди тренируют два раза в день. Если ты много тренируешь, и еще второе занятие будет, может быть плохо. Потому что суммарный объем может быть недостаточно, может быть очень большой. И тогда человек может перетренироваться. Наоборот, прийти к отрицательному результату. Да, и не забывайте, что ребята обратились за конкретным результатом, с конкретными просьбами. Мы их изучили. И они тренируются, естественно, каждый день. И два раза в неделю всего была проведена такая тренировка. Шесть недель. Но я вам скажу, вы видели уже, даже в видео парень сказал, что через две недели он почувствовал уже результат. И будет, и будет. Когда тренируешься по нашу программу, сразу начинает получить хороший эффект. Самое главное, чтобы этот эффект продолжал. Поэтому второй вопрос. Человек сказал, почему три подхода? Потому что если посмотрят в литературе, один подход это для новичок. Два подхода можно будет быть в среднем. А человек такой же уровень, если ты сделал минимум три подхода для каждого упражнения, это вообще будет мало. Поэтому три. А что может произойти в будущем? Можно четыре подхода, можно пять подходов, можно. А пять повторений, это, наверное, потому что это обусловлено человеку сложному нам было бы объяснять, сколько нужно находиться под нагрузкой, какой вес выбирать. И пять повторений Стефан дал именно для того, чтобы он автоматом уже подобрал вес, который необходим для него. У меня есть ученик, который не связан с и наукой. Ему не надо, а это все для того же. Самое главное, чтобы мы тренеры понимаем, о чем мы делаем, почему мы такое сделаем. Если мы сделаем пять повторений, это означает, что время под нагрузкой не будет очень большое, это означает, что закисление не будет больше. Да, и это оптимально для этих людей, которые должны и силовую способность показать, и выносливость, и то, и другое важно. Ну что, вот он продолжается, этот вопрос, очень длинный вопрос. И как возможно одновременно работать на гипертрофию гликолитического мышечного волокна и на выносливость? Разве не должно быть гипертрофия в одном микроцикле, выносливость в другом? Да, и тогда следи наше видео по периодизации. Помнишь видео, которое я показал по периодизации? Очень понравилось людям. Вот, это довольно, надо следить за это довольно. Сначала сделана тренировка анатоникоадаптация, после каникулы начинает, помнишь, вес не очень большой, не очень быстрый. После этого начинает либо на гипертрофию, в этот пример мы могли тоже сделать, ребята они хорошие, но не много мышц, могли больше мышц создать. Конечно. И будет им полезно, но затем надо вспоминать, что если создадим больше мышц, процент жира должен быть поменьше, если нет, они будут в другом весовой категории. Поэтому надо следить, как они... Мы хотели, чтобы они остались в одной весовой категории. В своем категории, да, это что мы сделаем. А тогда после этого идет в максимальную силу, тогда сделаем мезосикл, может быть, 4 недели, может быть, даже 6 недель, если у тебя нет, бой. И тогда идет уже на мощность, уже в соревнования сила. Вот почему еще было 5 повторений, я думаю, все-таки для того, чтобы из тех мышц, которые у них есть, они все-таки не бодибилдеры, у них мышц не так много. Научить их рекрутировать больше двигательных единиц. Да, это обычно тренировка для обстрелянной силы. 5 на 5, можно даже 5 на 5. Да, но это уже потом. Мы только начинали, ребята никогда не делали, я вам повторяю, с железом, поэтому мы выбрали оптимальный. 3 по 5. Следующий, он продолжает вопрос. Для любителя, наверное, лучше стандартные 10 по 10 в статодинамике, но это другое. Это уже другое совсем. Это уже другое. А есть, не перепутай, 10 на 10, когда если вы расскажете, если на 10, например, 10 отжиманий, 10... Нажимов, подтягиваний. Подтягиваний. Это тоже на сила, на выносливость, работа в гликолитическом мышечном волоке, потому что без закисления. Но если у тебя есть отдельное время, если у тебя есть люди, которые будут работать, целый программ. Если ты будешь делать и то, и другое в одном же, примерно, как мы показали, нормально. Но, в принципе, можно тоже 10 на 10. Но вес должен быть меньше, маленький. Если у меня закисление будет очень сильное. А тогда перерыв должен быть побольше. Поэтому ты скажешь, а почему время короткое? Потому что мы только делали 5 повторений. Это означает, нет закисления, не надо так много отдыхать. Николай Иванович уже заказал 30 лет назад. 45 секунд, минута достаточно, чтобы работать, чтобы восстановиться к следующему. Отъехать критин фосфат. И не забывайте, эти ребята все-таки не бодибилдеры и даже не пауэрлифтеры. Они никогда, в принципе, не работали со штангой. Вот 3 по 5 для них было оптимально. Время отдыха мы объяснили, почему. И это все, действительно, друзья, научно обосновано. Если вам будет интересно, мы, возможно, сделаем еще одни ролики. Я Стефану не говорил. Ребята очень понравились. С одним из них, кто чемпион Азии, заключил контракт. Я забыл, какая очень серьезная промоутерская компания. И он сказал, что ему понравилось со мной работать. И перед боями он будет меня приглашать, вот как ты говоришь, как тренером именно по физподготовке, там на 3 недели на месяц. С оплатой зарплата, питание, проживание. Мне, в принципе, это интересно просто как самому тоже для развития. Надеюсь, мы объяснили вам, друзья, почему нужно тренироваться именно так. И если вы вдруг чего-то еще не поняли, то вам нужно уже читать книжки. Читайте книги, о которых Стефан говорил. Верхошанский, Платонов, Лев Павлович Матвеев, Селуянов, Абашицкий, наши ребята, нам в лаборатории. И на что же ФИТСАМБО.РУ. Несколько информации, статьей на русском языке. И самое главное, попробовать научить английский язык. Тоже важно. Очень много количества статей, которые могли читать. Да, а в России, наверное, вы не найдете лучшего источника знаний, чем сайт вотфитсамба.ру. И ребята в лаборатории Виктора Николаевича Селуянова. Я знаю, у них очень большая библиотека, где вы сможете на русском языке, исключительно, к примеру, для своего вида спорта или в общем, в общих понятиях, понять для себя, объяснить, как, что, для чего и почему. Спасибо, Стефан. Увидимся в следующий раз. Давай. Всем пока.